Примерно вот так выглядят настольные часы, главная задача которых отнюдь не точное время, а точная передача информации. Обладатель никогда не догадается о шпионе. Кстати, необычный подарок пользовался спросом у ревнивых дам, которые дарили часы мужьям, и любопытных сотрудников, легко добывающих компромат на начальство. Данный предмет представляет собой настольные часы электронной формы. В него встроена маленькая видеокамера, а также аудиокамера. Он работает как на шум, то есть если в помещение кто-то заходит, видеокамера начинает фиксировать окружающую обстановку, также и аудиомикрофон начинает фиксировать звуки вокруг, также и на постоянный момент. Сам электронный сайт, созданный для перепродажи товаров из Поднебесной, абсолютно легальный. По словам обвиняемого, он не знал, что использовать часы-шпион на территории России запрещено, хотя до 2007 года сам работал в правоохранительных органах. Передача картинки со звуком шла внутрь на записывающую, так скажем, флеш-карту. Далее уже, когда человек непосредственно, который ставил данное устройство, он мог подсоединить это устройство к компьютеру и все воспроизвести у себя на компьютере. На сайте Алиэкспресс таких игрушек много, но закон очень уклончиво трактует их незаконность. К примеру, один и тот же миниатюрный диктофон, но с разной отделкой корпуса, может быть признан и легальным, и нарушающим нормы. В конкретную экспертизу, попадает ли устройство под уголовную статью, делают в одном из отделов ФСБ. Подобные технические средства вправе использовать только сотрудники спецслужб. Их перечень есть, но в формулировках сплошь – специальные устройства. И никаких четких признаков и характеристик. Взять хотя бы радионяню. Дареному коню, конечно, в зубы не смотрят, но иногда стоит изучить неожиданные подарки. Или поменьше болтать рядом с ними.